Мы продолжаем обсуждать нашу тему с гостем в студии. Это руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в студии LifeNews Антон Гетта. Господин Гетта, я вас приветствую. Итак, возвращаемся к теме метро. Вот господин Матвечев сказал, что мэрия через господина Хуснулина буквально прячет голову в песок. Нет ли здесь элемента коммерческого сговора? Что случилось? Почему так происходит? Знаете, я считаю, что в рамках той работы, которую ведет наш проект, проект «За честные закупки», мы анализируем любую аффилированность. И даже недавно, вы, наверное, слышали, Сергей Иванов заявил на встрече с губернаторами, что нельзя допускать аффилированности тех победителей, которые выигрывают конкурсы по системе госзакупок, как с действующей властью, с проводящими такие конкурсы чиновниками, так и между собой. Ну, понятно, с теми чиновниками, если компания аффилирована, кто этот конкурс проводит, но о какой-то может идти конкуренции речи, о какой эффективности именно для государства. Только как бы такой некий между собойчик. А если аффилированные компании между собой и участвуют в одном конкурсе, понятно, это тоже все так, для отвода глаз конкуренция. И то, что сегодня обсуждается, темой является этого сюжета. В 2013 году проведенный конкурс на строительство станции метрополитена. Я не знаю, мы не знаем, как он проводился в части открытости и конкуренции, но считаю, что та ситуация, которая сложилась сегодня, сложилась с нашими отношениями с Украиной, да и в целом по импортозамещению, если мы говорим, то, наверное, можно было бы найти возможности развить наши заводы, развить наше производство тех же самых, как услуг, так и поставки этих тюбингов для строительства метро и отказаться от зарубежных контрактов. Атолий Александрович, вы сказали, что вы не знали, как проводились эти закупки. А тогда кто же знает об этом? Ну, ответственные как раз непосредственно заказчики за проведение конкурса. И еще раз говорю, ту работу, которую ведут наши активисты, мы стараемся работать как на предупреждение, так, понятно, и по факту уже видим выигранные конкурсы не самыми эффективными компаниями. После этого мы передаем соответствующую информацию правоохранительные органы, и уже счетная палата, генеральная прокуратура помогают нам разобраться, кто же виноват. А мы можем перечислить пару-тройку таких компаний, которые, ну, по всей видимости, нечестно проводили свои тендеры? Вы знаете, такой информации много, на сайте нашем за честные закупки вся она сведена. Ну, самый громкий же вы можете выделить, который на памяти у вас. Если мы говорим про дефшеризацию, по которой мы работаем и стараемся, чтобы наши бюджетные деньги не уходили в компании, которые зарегистрированы в офшорных зонах, то последний яркий пример, наверное, многие о нем слышали, это строительство перинетального центра в Сургуте, когда в рамках государственного партнерства заключен договор с компанией, которая в конечном итоге через еще одну компанию, бенефициары конечные зарегистрированы на Венгирских островах, в Швейцарии и так далее. Стоимость контракта 18 миллиардов рублей, даже под 19, а по мнению наших экспертов, возможно, стоимость могла быть не более 10. Ну и одно дело стоимость, другое дело мы понимаем, что так не должно быть. Должны наши компании работать. И уж точно сегодня, если мы, может быть, не можем в какой-то отрасли заместить полностью иностранные товары или сказать ответственно, что у нас есть те компании, которые могут поставить, допустим, высокоточную вычислительную технику и так далее, то уж по строительству считаю, что компании у нас достаточно сильно развиты и должны именно они выигрывать эти конкурсы. Доводить дело до суда удается? Вообще несут какую-то ответственность люди, которые участвуют в недобросовестных тендерах? Если да, то какую ответственность? Ну, у нас на практике судебных разбирательств не было. Ограничиваемся прокурорскими проверками. В постоянном диалоге неком таком конструктивном находится Генеральная прокуратура с нашими общественниками. И все те сигналы, которые общественниками поднимаются, и вдруг власть, тот ответственный губернатор или руководитель госкомпании не принимает решение самостоятельно устранить эту проблему, не соглашается. А мы понимаем, что объективно проблема есть, и ее надо решать. Мы уже тогда просим Генеральную прокуратуру подключиться и счетную палату. И, наверное, тоже вы слышали про ту работу, которую вели наши активисты по пенсионному фонду, вы явление тех замечаний к и проводимым конкурсам, и стоимости строительства, и ремонта, и покупки зданий отделения пенсионного фонда. Сегодня Голикова, руководитель счетной палаты, подтверждает все те опасения, которые высказывали наши активисты. Ну и, отвечая на ваш вопрос, судебных разбирательств не было. Уголовные дела – да. Разбирательство и подтверждение наших доводов счетной палатой – да. Ну и Федеральная антимонопольная служба постоянно отменяет закупки, которые наши активисты в качестве сомнительных добавляют нам на сайт и сигнализируют об этом фасово. Ну, когда людей ловят за руку, и все-таки выносится какой-то запрет на повторную участие в тендерах, или они опять же могут участвовать и совершать подобные коррупционные в том числе схемы? Если мы говорим о поставщиках недобросовестных, которые были пойманы, как вы говорите, за руку, есть такой реестр недобросовестных поставщиков, наверное, слышали, куда, соответственно, заносятся те, кто был пойман. И далее такая компания не имеет права больше участвовать в системе госзаказа страны. Если мы говорим про чиновников недобросовестных, тоже, наверное, все знают, что сейчас Минтруд создает некий реестр чиновников, уволенных по утрате доверия с госслужбы. Мы, может быть, даже будем давать свои предложения по тем нерадивым, недобросовестным заказчикам, представителям заказчиков в этот реестр, в этот список тоже, чтобы потом этот чиновник, который пойман был за руку, он не появлялся на других госслужбах, в госкомпаниях или на службе в администрациях. За компаниями ведется какой-то учет, когда они уже попали в этот черный список, потому что ведь юридическое лицо очень легко можно поменять и опять участвовать в тендерах программы. Есть такая проблема, но, как мы тоже с вами знаем, сегодня фирма, созданная вчера, выиграть конкурс не может, поскольку по действующему законодательству должен быть и опыт выполнения соответствующих работ, и некая финансовая состоятельность. То есть компания должна показать свою авторитетность, чтобы этот конкурс выиграть, забрать и качественно выполнить услуги для государства. И когда такая компания попадается на коррупционных схемах, они теряют свой, в первую очередь, авторитет. И это коммерческая такая некая составляющая, очень дорого стоящая для предпринимателя. Если они, будучи серьезной компанией, попадают в реестр, им очень сложно потом создать компанию новую и выигрывать дальше эти конкурсы. Потому что, еще раз говорю, есть определенные критерии, не позволяющие компаниям с одним стулом, столом вчера созданным, эти конкурсы выигрывать. Возвращаясь к теме импортозамещений, в том числе и в метрострое. Можно ли качественно заменить существующие компании, которые поддерживают, может быть, силовиков даже на юго-востоке Украины, качественно для потребителей, чтобы это не ударило по цене? Потому что на продуктовом рынке, секторе, мы видим, что цены все-таки поползли вверх. Уверен, да. И как на нашем форуме действий, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Владимирович Путин сказал, что нужно поддерживать в первую очередь своих. И даже если где-то немного дороже стоимость услуги или товара, который предлагает именно наш отечественный производитель, либо подрядчик, то стоит лучше на него обратить внимание, поскольку, во-первых, это развитие малого и среднего бизнеса. Во-вторых, это аналоги, остающиеся в стране. В-третьих, отсутствие вот таких непонятных схем, куда уходят дальше деньги, в какую страну враждебно настроенную против нашей, и что на эти деньги потом дальше происходит. И вот всячески, со всех сторон, если посмотреть, импортозамещение должно работать в головах у чиновника. То есть вы предлагаете потребителям терпеть высокие цены? Вы знаете, здесь нужен взвешенный подход, и я уверен, что и на цену не отразится. Если мы поменяем психологию чиновника и заставим его относиться к нашему предпринимателю прозрачно, то есть наш предприниматель, он конкурентно способен. Непонятно, по какой причине выигрывают конкурсы иностранные, зарубежные. Поскольку, даже если мы говорим про курсы растущей валюты, то не может конкурентнее быть иностранный производитель или подрядчик, чем наш. Большое вам спасибо. К сожалению, время подошло к концу. У нас в гостях был руководитель проекта Общероссийского народного фронта за честные закупки Антон Гетто. Мы обсуждали участие украинских фирм в статистике Московского метро и не только. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова